Здесь просто два склада между собой воюют 4 в 4, оба зоны, и зона подходит, и они не могут ничего сделать. Ой, Томми сейчас вынужден бежать через открытую местность, его никто не закрывает. Зачем он начинает стрелять по другим игрокам? Это невероятная ошибка. Сейчас должен знать о том, что здесь находится тип. Нет, не знает, он просто перешёл в другой угол, его из-за этого, конечно же, нокнул в Энзи, а Тим Юник просто всех раскатали. Как... так легко. Привет всем, с вами Ирокес, и меня всегда безумно радует, когда наши СНГ-игроки на мировой сцене показывают себя великолепно в киберспортивной составляющей. Сейчас в ПК PUBG и Na'Vi держат отличные позиции, очень близко к топам, и пока у них всё получается, пожелаем им удачи. Ну а также в PUBG Mobile Тим Юник на турнире, который претендует на самый огромный призовой, который я только видел в PUBG, 2,5 миллиона долларов, такого не было даже на PGI от ПК-версии, находятся не просто на первых позициях среди европейских регионов, а они просто на две головы выше, как Ликвиды на отборочных ПЛ. Они обогнали всех настолько жёстко, что, в принципе, догнать их, ну, нет никакой возможности. Ну и, естественно, они находятся на самой-самой первой строчке, развалив всех в европейском регионе и получив возможность проявить себя на том самом турнире и забрать огромный куш. Пожелаем им в этом удачи, ну и давайте посмотрим, как же всё это происходило. Перед просмотром, пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на канал, если же нет, то подпишитесь, вы поддержите тем самым меня, ну и будете знать о выходе новых роликов. А так, небольшая рекомендация, и мы сразу начинаем. А спонсор данного ролика – компания 1xbet. Если вы шарите в спорте и киберспорте, то ссылка для вас в комментарии. Там ещё есть промокод с бонусом на 6500 рублей. Пользуйтесь, на здоровье, всем спасибо! Данный турнир от первого лица, и примечательно, что здесь играются все карты до единой. Не так, как в ПК-версии только Эрангель и Мирамар. Здесь есть Санок, здесь есть Юкендий, и всё только в руках игроков. Естественно, сквады, и это в основном европейские коллективы. Это как раз-таки отборочные с Европы для официального основного турнира. Оттуда придут люди со всех вообще регионов и уголков страны. Ну и две команды идут с ЕУ. Давайте же посмотрим, кто окажется победителем. Здесь нам сейчас рассказывают о системе распределения очков. И за первое место вам дают аж 30, а за один фраг всего лишь одно очко. Это немного различается с нынешней системой ПК-версии PUBG, потому что там даётся за первое место, по-моему, 10 или 12, и также одно очко за убийство. То есть там убийство ценится гораздо больше. Здесь же, видимо, пассивная игра поощряется сильнее, и более важно выжить, нежели чем настрелять по командам соперника. Ну, такие правила, кто-то их придумал, игроки должны соблюдать. Ну и далее стандартная ситуация для любой версии PUBG, как только ты выходишь в открытую местность, ты не выживаешь. Похоже, что игрок с ником Кам этого просто не знал, или он ЦУМ, ну, будем считать Кам. И, в принципе, просто умер, просто нокнулся, его команда не может сейчас ему никак помочь. И отбегают, понимая, что данный человек уже находится в нежельцах. Отличный круг на Team Unique, и мы видим, что, в принципе, здесь такая же ситуация, как у киберспортивного ПК Пабга. Все находятся на краях круга, а тот, кто ближе к центру, тот, кто успел занять позицию, имеет гораздо лучшую ситуацию. Здесь мы видим противостояние между двух команд, и команда Голд, всего лишь находясь в след двух игроков, нет, решает не подходить. Займев какую-то информацию о том, что здесь находятся люди, убегают и, в принципе, решают сыграть более пассивно. В Unique играют 3-1, Oldboy находится на краю круга, закрывая людей, которые могут находиться рядом. И при этом остальные три игрока заняли кемп. Яша, мы видим, просто лежит, не показываясь. Китсун тем временем чекает все возможные выходы, проходы и пути для появления соперника. А еще один человек я не видел, чем занимается, уже не успел разглядеть. Но, в принципе, все у них хорошо, все контролируют, и здесь остальные команды вынуждены просто на них идти. Да, большое количество игроков просто сейчас заняли позиции, отдыхают, но также команды 2 или 3 точно находятся за кругом и вынуждены подходить к зданиям, чего, естественно, им не простят. Мы уже видим, что Яша кого-то нокнул, и немного непривычно смотреть на киллок в левой части игры. Вообще, в принципе, интерфейс, надо немного свыкнуться. И мы видим, что просто два коллектива находятся в одном доме на разных этажах и не агрессируют друг на друга. Это довольно забавно. Вообще, так-то, в мобайле примерно та же ситуация, что с ПК-версией. Очень все сумбурно, очень все плохо в режиме реплеев, и не всегда понятно, куда игроки смотрят, куда стреляют. Нет вот такого, знаете, как было на Twitch Rivals, когда ты смотришь именно от лица игрока. К сожалению, было бы, на мой взгляд, гораздо приятнее, но, тем не менее, нормально. Здесь просто два склада между собой воюют 4 в 4, оба зоны, и зона подходит, и они не могут ничего сделать. И да, человек последний с ником Думкас, не знаю, как-то так. Нет, Дматик, вот он он. Я его разглядел. Нет, все-таки Нюкес, вот. С третьего раза я смог. Но пока я читал его, Ник его уже убили, олдбоя нокнули, но Team Unique просто разобралась с обидчиком. Олдбоя поднимают, все нормально, но противостояние команд так быстро? Я хотел сказать, еще не закончено, а Team Unique просто всех раскатали. И 14 фрагов на команду, первое место, довольно-таки жестко, и я прямо не понял, как так легко. В карте Викенде нам показывают противостояние двух сквадов в полном составе, которые просто заняли противоположные дома и сидят, отдыхают. Ничего не делают, просто смотрят по сторонам, но между собой не воюют. Ну, в принципе, напомню, что плейсмент здесь важнее, поэтому довольно-таки разумная стратегия. Ой, сейчас очень болезненная ротация была для Team Unique. Их скрывает команда, не знаю, очень непонятно, под номером 14, короче. И, в принципе, у них большие проблемы, и мокнули одного человека, пока он переезжал на транспортном средстве вместе со своей командой. Нам сейчас, я надеюсь, покажут повтор. Нет, показывают совершенно другую ситуацию. Картинка лагает. Нет, всё, мы поняли, повторы лучше не показывать. Ну, что ж, окей. И, ладно, другой сквад нам сейчас демонстрирует. Просто один представитель команды, это Бишикташ, наверное, да, судя по инициалам. Сидит, собирает информацию. Нам совершенно переключают быстро на М19, которые отлетели от сквада МГ. И, в принципе, можем с ними тоже попрощаться на девятом месте. Но, если честно, как-то мобильный PUBG, видено, что ещё киберспорт не на таком, как бы, уровне. Видно, что операторы не совсем знают, что делать, не совсем знают заранее, что показывать, как, куда. Потому что очень много моментов пропускается. Вот нам показывают Team Unique, когда они уже полностью лежат все нокнутые. Всего лишь один человек, по идее, остался среди них живой. Опять же, сумбурно переключают на сквад Бишикташи, который развалил полностью... А, нет, не развалил. Они просто перетянулись. Команда Royce Q. Не знаю, что за коллектив. И, в принципе, тот самый Кам, который в прошлый раз проявил себя неплохо, должен выходить на Бишикташи. Но они уезжают с помощью транспортного средства. Да, нет, он успел его нокнуть. Успели их разобрать. Довольно-таки неплохо играет четвёртый сквад. Красавцы, ребята. И внесли, внесли свой импакт. Вообще, видеть киберспортивную в Викенде совершенно непривычно. Ни одной такой игры не смотрел. И это довольно прикольно, довольно интересно. Здесь, по идее, должно быть очень много снайперских винтовок, если мобильная версия PUBG соответствует обновлениям по ПК. Там очень сильно подняли лут. Но вполне вероятно, что на киберспортивных настройках какие-то другие выставлены параметры лутинга, параметры спавна предметов. Поэтому, может быть, здесь всё более-менее сбалансировано. Также обратите внимание, что наиболее популярное оружие, как в мобайле, так и, в принципе, я думаю, в любой версии PUBG, которую вы только найдёте, это оружие на пятёрках. М416, G36C. Просто из-за своей хорошей баллистики, когда вы стреляете по перебегающим людям. Тем более, здесь можно зажимать практически на любую дистанцию. Я уверен, каждый из этих ребят настреливает более чем круто. Вот мы видели, как Никитангу практически моментально развалили. Так вот, поэтому выбирают оружие на пятёрках, просто потому, что у них более хорошая баллистика, всё более качественно контролируется. И можно разваливать людей практически на любой дистанции, на которой вы их сможете заметить. Поэтому, если кто-то спрашивал, чем пользуются киберспортсмены, каким оружием, вот вы только что видите, что практически у всех пушки на пятёрках. Ну и Rescue просто выходит на сквад ультров после Нока Никитанги. Думали, что инициатива за ними, но его моментально прикрыли смоками. Сразу же всё сделали так, чтобы не было возможности их запушить. И как раз-таки теперь Rescue потеряли инициативу. И вынуждены просто теперь отступать в составе одного игрока Меллоу, который просто остался в соло. И если ему дадут поднять Харда, то это будет очень даже неплохо. Но я не уверен, что команда ультра просто его отпустит и даст это сделать. Хотя, вроде как нет, вроде как поднимает. Нет, он всё равно тикает его тиммейт, значит, что поднятие не происходит. Нет, перестал тикать, значит, что всё-таки поднимает Меллоу. И почему-то отпустил сквад ультра этих людей. И да, дали поднять. Не знаю, зачем сразу же настреливают. Ну, видимо, решают не агрессировать. Может быть, понимают, что у них ещё сбоку есть какой-то сквад, который, если они выйдут из позиции, может по ним настрелять. И, в принципе, эти фраги того не стоят. И так всего лишь находятся два игрока. Они в полном составе, а значит, что им бояться их уж точно не стоит. Но это может быть ошибкой. Если вы их не убили сейчас, то они вас могут убить потом. Ну и, в принципе, мы видим, что ультра — это единственный стак, находящийся в полном составе. У них в противостоянии ещё 14-й сквад тоже в составе двух игроков. И ещё один коллектив в составе трёх. Поэтому у них численное преимущество. Но не уверен, что они об этом знают. Если хорошо следят за киллогами, тогда должны предполагать, Меллоу был нокнут игроками с командой коллектива МГ. И Харб вообще не... Нет, его убили только что. Всё. Вопросов не имеется. Хотел спросить, почему он не хилится? Ну, ты не можешь хилиться. Когда ты уже в лобе, просто начинается стычка. МГ нокнулись от Скорпиона. Скорпион также потерял одного из своего тиммейтов. И мастер просто подпушивает его. Сейчас противостояние 2 в 2, когда ультра просто в 4-ом. Бегают, кайфуют. Ну и здесь, видите, развязка была не такая быстрая, как в предыдущей катке. Но да более понятная. Потому что остался соло-игрок против 4-ых. Не знаю, что они его не пушат. Потому что спокойно должны понимать ситуацию и равновесие сил. А, нет. Там ещё один коллектив тоже остался. И ультра одного из игроков нокнули. Но за это они сразу же отвечают разменом. И да, остался соло-весел. Остался соло-чемпион. Ну и ультра поднимают своего. И они снова в 4-ом. Ну, я думаю, здесь всё понятно. Они должны 100% брать топ-1. Но всякое бывает. Может, на них сейчас упадёт метеорит. Или их съест Годзилла. Поэтому давайте посмотрим, как же это выйдет до конца. Весел стреляет как раз-таки по коллективу Эйс. И за это получает очень больно. Нокнул Койота. Ну всё, здесь они должны понимать точно, что здесь один человек в ноке. И просто должны выходить на него всё вместе. Да, с двух разных сторон. Всё сделали более чем правильно. И команда ультра занимает здесь первое место. Мы видим, что Юник находится в топ-7. Это, в принципе, тоже неплохо. И своё какое-то количество очков они получили. Поэтому нормальный результат. Следующая карта. Всеми любимый Эрангель. И здесь, конечно же, совершенно другая игра. Она чуть помедленнее. Из-за большого количества открытых пространств. Очень много складов отлетают просто при перетяжках. При каких-то своих ошибках. Мы видим, что вот игрок команды М19. Рогги, оставшись в соло, просто вынужден вообще лежать за зоной и хилиться, для того, чтобы получить хоть какой-то плейсмент, для того, чтобы его не закрыли. Команда Авангар, которая смотрит очень пристально, но вот всё-таки увидела только что его смерть. И мы видели, что круг сошёлся опять неплохо для Тим Юника. Они контролят практически пол карты, растянувшись вдоль, скажем так, береговой линии круга и отрабатывая свои позиции в близости друг к другу на перетяжке, для того, чтобы иметь как можно большую площадь покрытия, скажем так. И не подпускать к себе игроков на самую даже минимальную дистанцию. Ну и, естественно, при перетяжках это отличный плюс. Если за это не наказывают, то почему бы так не делать? Я слышу звук DP-28. Очень интересно, что им кто-то пользуется. Интересно, от безысходности или всё-таки нравится данное оружие кому-то. Мы видим, что эйсы потеряли одного из своих игроков. Вообще, в принципе, довольно-таки интересное противостояние. Здесь лежат смоки, огромное количество транспортных средств и здесь аж три сквада, которые пытаются, в принципе, разобраться друг с другом, но всё это противостояние явно не в сторону эйсов. Ой, Томми сейчас вынужден бежать через открытую местность, его никто не закрывает. Зачем он начинает стрелять по другим игрокам? Это невероятная ошибка. Крайне неправильный отыгрыш от него и, ну, мы видели, что его моментально наказали, моментально нокнули. Нельзя выходить на открытую местность без каких-либо гранат, прикрытия, ещё чего угодно. Тем более, ещё и останавливаться для того, чтобы пострелять, замедляя самого себя. Вам прилетит, если уж не от человека, по которому вы стреляете, то от его тиммейтов или от другого сквада 100%. В любой серьёзной игре вы проехать не можете через открытую местность, а пробежать так уж тем более. Мы видим, что не очень хорошо справляется со стрельбой данный игрок. Не всегда, видите, залетает даже в мобайле, хотя здесь стрельба явно упрощена. Но, тем не менее, не попал ни одного раза по игроку команды Эпик. Ну, ничего страшного. Настреливаю в смок. В смоке-то это вообще здесь очень удобно убивать людей, потому что у вас отображаются попадания. Вы знаете, где примерно находится соперник. Ну и просто два человека, спрятавшись в смоках, умирают и без возможности дальше отыгрывать отправляются в лобби. Кстати, мне кажется, на проиграх нужно убрать такую штуку, чтобы, когда вы стреляете по человеку, у вас отмечались эти попадания. Мне кажется, это нечестно и дисбалансно, потому что тогда нет никакого смысла в смоках. Вы не можете в них укрыться, а значит, что теряется их основная идея. Спэр, видимо, находится без хила, потому что бежит на невероятных краполях. Нет, все равно прохилился, спрятавшись за муточкой. И мы видим, что Токчи прокидывает гранату. Да, отличный нок. Он понимает, что его сейчас должен поднимать тиммейт. И либо должна быть еще одна граната, либо должен быть контроль. Ну, либо самое отчаянное действие с его стороны. Это пушить, но, видимо, данных вещей не происходит. Его тиммейт находится в соседнем доме. Контрит игроков команды Эйс. И поскольку у них нет такого четкого и тесного взаимодействия между друг другом, они выбирают более верное решение. Просто остаться в домах и не рисковать собой. Нежели чем-то забрать один какой-то фраг, который вам игры не решит. Но при этом может лишить позиции, инициативы на карте. Ну и это действительно решает. Ну и да, мы видим, что терпение в пабге поощряется. И просто игрок команды Эйс вынужден был перебегать из одной позиции в другую. Потому что зона его контрит. И как раз-таки тот самый 17-й сквад тогов, он просто дождался этого момента и забрал свой фраг. Но здесь у них большие проблемы в виде четырех игроков команды Авангар, которые просто подходят в притык. И сейчас, видимо, начнут подпушивать данный дом. Начнут их как-то выбивать, пользуясь численным преимуществом, пользуясь гранатами. Но нет, они просто остались и особо даже не выходят, не вылазят. Сейчас, кстати, для Авангаров может быть такой неприятный момент, что здесь как бы несколько разных сквадов. И если так сложатся звезды, что они не будут стрелять друг по другу, а все ополчатся против Авангаров, то у них могут быть проблемы. Но тем временем Юйники просто подходят в нагло к этому кемпу. Забирают тех, кто находился здесь. Яша находится в спине, как бы контролируя и оставляясь оплотом надежды. Если всех здесь нокнут, то он как бы сможет занять плейсмент и, в принципе, не выходить на рожон. Поэтому вот как бы они в основном составе играют втроем, а один человек всегда на каком-то закрытии. Хотя нет, мы видим, что и Китсун находится вместе сейчас с Яшей. Они вообще, в принципе, как-то очень сильно растягиваются по карте. Олдбой находится вообще в, скажем так, недосягаемости. Если сейчас его нокнут, то это будут явно большие-большие проблемы. Но я уверен, что данные ребята прекрасно знают, как им лучше отыгрывать. У них опыта уж точно больше, чем у меня так тем более. И поэтому, раз они так делают, значит, на это есть какие-то причины. Значит, это какие-то домашние заготовки, идеи. И тем более это работает. Потому что команда, которая находится все время в топе, явно что-то дошарит. Вензи так вообще просто сидит в тубзике. И Авангард начинает, начинает какую-то агрессию против Юников. Юники нокнули одного из игроков с ником Маки. Это не очень приятно, но его все равно поднимут. Он должен как-то зайти, я думаю, в данное здание. Но здесь со всех сторон обложили Юники. И вопрос, знает ли Наги о том, что здесь находится человек. По нему настреливает игрок команды Тикью. Он просто умирает за синей зоной. Олдбой вынужден как-то тоже мансить, немножечко коцается. Сейчас должен знать о том, что здесь находится тип. Нет, не знает, он просто переезжал в другой угол. Его из-за этого, конечно же, нокнул. Вензи не добивает и вынужден менять свое оружие. Олдбой смог уползти в какую-то совершенно другую сторону. Вензи, потому что находится один, никак не смог агрессировать. И, казалось бы, безвыходная ситуация. Но все равно Олдбоя смогут поднять Яши. Добил тем временем последнего игрока команды Тикью. И они остаются 4 в 1. Но Олдбой нокнутый. Но все прекрасно знают, где он находится. Да, просто в большом количестве игроков пушат. И, опять же, просто как-то суперлегко для юников. Предыдущая катка они закончили. Я даже не успел глаза моргнуть. И сейчас. И, опять же, мы видим 16 киллов. Тогда было 14, сейчас 16. Огромное количество очков. Такой отрыв, ну, уже практически невероятно догнать. И такая тема происходит по всему турниру. 2 дня, 10 карт. И они не отпускают вообще ни одной. Они все время находятся в топах. Ну что ж, это были 3 катки первого игрового дня. Их всего было 2. И в каждом по 5 игр. Но расскажу вам, что там примерно все то же самое. Юники также контролируют все, что только можно. Занимают они топ-1 через одну карту. Либо по нескольку подряд. Ну, в принципе, вот одна из двух у них стабильно топ. Но и так они тоже всегда находятся в десятке. Так уж точно. Поэтому после всех игровых дней европейских квалификаций, они находятся с бешенейшим отрывом на первой строчке. Ну и будем надеяться, что на основном турнире, как раз таки самом важном, где разыгрываются 2,5 миллиона долларов, они будут показывать такую же шикарнейшую игру. Пожелаем нашим ребятам удачи. Ну и это же, конечно, безумно круто, что СНГ игроки могут вот так. Ну а если вам понравилось такое вот рассмотрение турниров по мобайлу, обязательно напишите об этом в комментариях. Поставьте лайк этому ролику. Ну и, в принципе, вполне вероятно, что это не последний такой обзор. Потому что нас ждет самый грандиозный турнир. Повторюсь, на 2,5 миллиона. Это очень круто. Ну а пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. Хочется пожелать вам удачи и до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро. Всем пока.